Здравствуйте! Календарю у нас весна, на улице лежит снег, а мы с вами находимся в субтропическом зале Оранжерея Ботанического сада города Самара. Ну, приятно здесь находиться, кругом зелень капает вода, такое ощущение, что мы попали в лето. Но сегодня мы хотели бы поговорить о приборах, которые позволяют нам вести учет атмосферы, температуры, влажности вот в таких помещениях. Поэтому я приглашаю помощь к себе нашего специалиста Шумила Виталий, который расскажет об этих приборах. Добрый день! Я хочу вам рассказать о серии приборов, которые позволяют контролировать температуру и влажность в теплицах. Один из этих приборов – стационарный влагомер, который показывает влажность и температуру воздуха. Еще один прибор – есть карманный влагомер из серии Pocket Line. Он тоже показывает температуру и влажность. В чем его преимущество? Можно положить карман, он пеносной. То есть, купив один такой прибор, можно проверить в несколько помещений подряд, чтобы не вешать в каждом помещении стационарную машину. Абсолютно верно. Понятно. Так, ясно. Что будет еще интересно для теплиц – это погружные термометры. С помощью погружного термометра мы можем измерить температуру почвы, то есть грунта. Вот, смотрите, температура падает. Температура почвы – 19 градусов, температура воздуха – 24 градуса. То есть почва, в общем-то, прогрета очень хорошо. Есть еще термометр, который мерит температуру поверхности. Вот, смотрите, я попробую измерить температуру горшка. Сейчас мы измеряли температуру контактным способом, а теперь попробуем дисконтактным с помощью интеркрасного термометра. Смотрите. Вот мы направляем, получается вот два лучика. Вот в этом диапазоне температура 20,5 градусов. Ну и в заключении мы расскажем о тепловизоре. Это прибор для профессионалов, с помощью которого мы определяем температуру поверхности. Можно посмотреть утечку тепла. Кстати, очень актуально для теплиц. Вот, как видно, на стыке крыши и стены у нас есть утечка тепла. Температура тут 5,5 градусов, а здесь у нас 11. Вот, смотрите, сравним с рамой, это будет 23 градуса. То есть существенная разница. Мы еще можем здесь поменять тип изображения, картинка в картинке, для того, чтобы проще было потом определить, где эта утечка прошла. Выбирайте достойную технику и работайте с энтузиазмом.